В эфире программа вопрос-ответ. Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. То, что перенесенный ковид-19 во многих случаях дает осложнение факт, подтвержденный многочисленными примерами. Сегодня в нашей программе мы поговорим о последствиях ковида и в том числе о случаях очень редкого и смертельно опасного заболевания мукормикоза или, как его еще называют, черная плесень. А гость нашей программы сегодня заместитель главного врача по медицинской части городской больницы номер 6 Берлим Юлия Дмитриевна. Юлия Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. С какими трудностями сталкиваются врачи при поступлении в стационар пациента с новой коронавирусной инфекцией? Какова тяжесть поступающих? Согласно существующим рекомендациям Минздрава Российской Федерации, госпитализации подлежат пациенты, у которых установлен диагноз новая коронавирусная инфекция, они находятся в состоянии средней, тяжелой и крайней степени тяжести. Таких пациентов мы видим в нашем приемном отделении. Они поступают из амбулаторных условий, у них сохраняется температура тела выше 38,5, она сохраняется дольше 3 дней, у них сатурация ниже 95%, у них достаточно интенсивная дышка, то есть частота дыхательных движений больше 22 в минуту. Также подлежат пациенты госпитализации независимой степени тяжести, это пациенты старше 65 лет, у них есть сопутствующая патология, то есть сахарный диабет, заболевание сердечно-сосудистой системы, пациенты с различными кагулопатиями, это пациенты с различными онкологическими заболеваниями, которые получали длительную терапию глюкокортикостероидами и биологическими средствами при заболеваниях, связанных с воспалительными кишечника, это пациенты с иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ, и также пациенты, которые находятся в каких-то иммуносупрессивных состояниях. Кроме этого всего мы видим еще одну проблему при поступлении пациентов, это то, что они самостоятельно применяют различные препараты, которые им назначают их родственники, знакомые, в том числе это большое количество антибактериальных препаратов, которые они пробуют дома до поступления в стационар и не получают ожидаемого эффекта. А что, ковид лечится не антибиотиками? Ковид-19, как и грипп, это прежде всего вирусная инфекция, и в качестве театропной терапии должны применяться противовирусные препараты. Применение же антибиотиков здесь по меньшей мере неэффективно, а может быть и опасно. Антибиотики есть смысл применять только при присоединении бактериальных осложнений. Такая ситуация может наступить не ранее, чем через 7-10 дней от начала заболевания. И решение о том, что это должна терапия проводиться, должен принимать исключительно врач. Если это делает сам больной самостоятельно, то это может быть не только неэффективно, но и опасно. Если мы это делаем, то тогда может в организме развиться бактерии, которые устойчивы к антибактериальной терапии. После поступления пациента такого в стационар многоопроводимая терапия будет просто неэффективна. То есть самостоятельное применение антибактериальных средств дома до того, как это необходимо, просто может принести человеку вред в будущем. Вот при правильном лечении тогда почему же не все больные выздоравливают? В группу риска попадают у нас лица старшего возраста. Пациенты, которые относятся к старшей возрастной группе, более старше 80 лет, у них риск наступления осложнений и летального исхода намного выше, чем у лиц младше 50 лет. Летальность у пациентов 80 и больше лет составляет 15%, у лиц младше 50 лет всего лишь 0,5%. Это объясняется тем, что у пациентов в такой возрастной группе у них истощаются физические запасы, у них большой багаж уже приобретенных хронических заболеваний, у них нет сопротивляемости и устойчивости организма к приобретенным всем инфекциям, которые уже есть на тот момент, когда они заболели ковидом-19. И также в группе, которая относится к особой риску, у нас есть пациенты с заболеваниями хроническими сердечно-сосудистой системы, болезнями легких, у нас пациенты относятся к такой группе с ожирением и сахарным диабетом, особенно некомпенсированным сахарным диабетом. Уже доказано, что пациенты с сахарным диабетом у нас чаще заболевают ковидом, они чаще попадают в реанимацию, чаще требуют ЭВЛ и чаще всего у них наступает, к сожалению, летальный исход. Поэтому вот эти группы пациентов, которые у нас старшая возрастная группа и группы с хроническими определенными заболеваниями, они не всегда, к сожалению, выписываются из наших стационаров и у них повыше летальный исход процента. Вот вы сейчас упомянули, что большой процент пациентов с сахарным диабетом среди ковидных. Вот за последнее время в СМИ неоднократно прозвучала информация от медиков, что в России зафиксированы случаи заболевания болезнью мукормикозом, ее еще называют как черная плесень. И наиболее высок процент заражения именно у больных с сахарным диабетом. Вот ваше мнение совпадает с мнением коллег? И да, и нет. Мукормикоз – это достаточно редкое, но жизнеугрожающее заболевание. И оно, к сожалению, приводит в 50% к летальным исходам. А если это распространенная такая форма, то и до более 80% летальных случаев. Но ранее он встречался и до того, как был ковид, и чаще всего он поражал больных с онкогематологическими заболеваниями. Поэтому говорить о том, что он встречается исключительно при ковиде, нельзя. Но в то же время он поражает пациентов с иммуносупрессией. К этим больным относятся в том числе и больные с сахарным диабетом. Но туда же можно отнести больных ВИЧ, больных с онкологической патологией, больных после долгих процедур каких-то химиотерапии. То есть это болезнь, которая может поражать, с одной стороны, различные категории пациентов. Но в настоящее время ковид, как ВИЧ нашего двух лет последних, да, безусловно, пациенты с сахарным диабетом, которые к тому же болеют ковидом, они подвержены большей степени развития именно этого осложнения мукормикоза. А чем страшна эта болезнь? Такое название у них? Мукормикоз – это заболевание, которое вызывается определенным родом грибов, которые в нашей среде распространены достаточно широко. Они находятся в почве, они находятся у нас в листве, в органике, то есть это помет животных. И в обычной жизни при контакте с этими грибами, то есть в нормальной жизни человек, когда контактирует, при отсутствии каких-то определенных факторов, заболеть ей практически невозможно. Но при провоцирующих условиях, то есть когда у нас идет снижение иммунитета, когда мы бесконтрольно применяем антибактериальные средства, когда у нас идет использование глюкокортикоидов и иммуносупрессоров, то есть у нас в этом случае защитные свойства организма подрываются. И вот именно в этих состояниях у нас мукормикоз может, как любая грибковая инфекция, не только этот род грибов, он может в организме проявляться именно в качестве заболевания. Юлия Дмитриевна, а как Вы считаете, России угрожает эпидемия черной плесени? Эпидемия черной плесени в нашей стране маловероятно будет именно как эпидемия угрожать. Мы услышали это название после того, когда увидели страшные картины развития этого заболевания в этом году в Индии летом. Только по официальным данным от этого заболевания более трех тысяч человек погибло в Индии. И очень много людей осталось инвалидами после перенесенной инфекции. Но там немножко другие условия развития заболевания. Там другие климатические условия. Жара, влажность, большая скучность населения, низкая антисанитария. То есть там такие условия, которые как раз-таки и могут способствовать развитию этого. Плюс у них, когда началась вспышка ковида, это, безусловно, подорвало и так не очень сильно иммунный ответ населения и привел к вспышке этого заболевания. В наших условиях, учитывая наш климат, который не совпадает, не способствует развитию этого заболевания, вероятность именно эпидемии маловероятна. Но в то же время наша любовь населения к применению антибактериальных средств и новая мода на то, что при первых же признаках коронавирусной инфекции уже в амбулаторных условиях начинают применять глюкокортикостероиды, дексаметазон и прочие препараты, это может привести к тому, что, опять-таки, иммунный статус организма любого может быть подорванный и мукормикоз, как заболевание, может тоже развиваться в наших условиях. А можно ли утверждать, что риск заражения мукормикозом есть только у тех, кто болеет в более тяжелой форме? Да, безусловно. В большинстве случаев больные именно с тяжелой степенью заболевания ковидом, они развиваются именно у таких пациентов. Особенно подвержены заболеванию пациенты, находящиеся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Риски там особые – это нахождение на ИВЛ, длительное применение катетеров периферических и центральных, это также гемодиализ, перитониальный диализ, это длительное использование антибактериальных препаратов, иммуносупрессоров, это использование, также хронические заболевания, декомпенсированный сахарный диабет, онкозаболевания – это все те процессы, которые чаще всего есть у пациентов, находящихся в палатах орид. И более того, чаще всего идет грибковая инфекция, она сопровождает антибактериальные осложнения. У пациента развивается антибактериальное осложнение, потом его лечат антибиотиками, и потом присоединяется грибковая инфекция. И к тому же именно пациенты, длительно находящиеся в палатах реанимации и длительно находящиеся в палатах интенсивной терапии, то есть наиболее тяжелые пациенты, у них по всем статистическим данным чаще всего и развивается это страшное осложнение. А были ли у вас в больнице выявлены случаи заболевания черной плесенью? В нашей больнице мы стараемся бороться со всеми типами осложнений, в том числе и с грибковыми. В наших условиях мы позиционируем правильное назначение антибиотиков, то есть у нас нет назначения профилактических доз, так называемых антибиотиков, у нас идет назначение только по показаниям. Все препараты глюкокортикостероидов и иммуносупрессоров, которые применяются для подавления цитокинового шторма при COVID-19 вирусной инфекции, у нас идет только в соответствии с рекомендацией Минздрава. Поэтому мы стараемся все эти инструкции соблюдать, и это в 99% случаев у нас идет как положительная методика предотвращения всех возможных осложнений при лечении пациентов. Но, к сожалению, в одном случае мы столкнулись с тем, что у нас у одного пациента развился мукормикоз или черная плесень. А как вы диагностировали это заболевание у пациента? Это заболевание поражает прежде всего носовые пазухи, головной мозг и легкие пациента. Грибковая инфекция поражает придаточные пазухи носа, развивается отек и некроз. Некроз с таким характерным черным струпом, что и обусловливает название заболевания. У нашего пациента развился выраженный болевой синдром в области носовых пазух, развился некроз. Мы уже заподозрили на тот момент развитие этого заболевания. Были взяты соответствующие пробы с этого места поражения, отправлены на микологические исследования. К сожалению, быстро очень развился процесс с поражением глазниц, что привело к потере зрения. После того, как мы получили ответ, он дается достаточно быстро, в течение одного дня. У пациента мы начали, подтвердился именно диагноз мукормикоз, мы начали соответствующую противогрибковую терапию. По всем современным данным, рекомендациям, два этапа в терапии. Это хирургическое устранение пораженных тканей и противогрибковое. Все это получал пациент. Давайте представим такую ситуацию. Человек выписан из ковидного госпиталя для дальнейшего прохождения лечения в амбулаторных условиях. На какие симптомы, звоночки нужно обратить внимание, по вашему мнению, чтобы не допустить размножения плесени? Вероятность того, что у человека после того, как он ушел домой, уже выздоровь разовьется крайне мала. Но тем не менее, мы знаем, что достоверно известно на сегодняшний день, что ковид-19 связан с иммунной системой человека. И после перенесенного ковида, особенно в тяжелой форме, надо очень внимательно относиться к своему здоровью. Потому что влияние этой болезни продолжается на организм очень долго. Если человек замечает какие-то странные у себя симптомы, жалобы, которые раньше у него никогда таких проявлений не было, это может касаться не только черной плесени. Не надо заниматься самолечением. Прежде всего, я советую настоятельно обратиться к медикам. С одной стороны, это могут быть действительно последствия ковид-19. С другой стороны, в настоящее время мы все-таки очень мало знаем про это заболевание. Поэтому нашим всем и медикам, и ученым нужна информация для того, чтобы строить правильную дальнейшую тактику для борьбы с этой инфекцией. В том числе и с черной плесенью. Поэтому любое какое-то изменение в организме, не надо искать в себе признаки чего-то страшного. Обращайтесь к медикам. Это самое главное. Юлия Дмитриевна, спасибо за такой полезный, интересный разговор. И в завершении нашей программы, уже по традиции, что бы вы хотели пожелать всем ростовчанам? Прежде всего, я желаю здоровья. Это самое главное и самое бесценное, что есть у нас в нашей жизни. И в преддверии Нового года я желаю, чтобы каждому под Новый год Дед Мороз в мешочки положил наше сильное, здоровое и огромное счастье. Действительно, пожелаем всем счастья и самое главное – здоровья. До свидания. До свидания. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. И до встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...